Смотрят футбол казаковы обычно все вместе. Сегодня не хватает лишь главы семьи. Даже имя у сына футбольное. Илью назвали в честь игрока московского «Спартака». Мечтали, что мальчишка сделает успешную спортивную карьеру. Но планы пришлось менять. В год Илья стал просыпаться от судорог. Он закатывал глаза. Это было страшно. Он закатывал глаза и дергался. Я уже не первый раз с мамой. Для меня это было очень странно. Потом мы стали замечать, что у него откат пошел по интеллектуальной части. То есть он начинал говорить слова «да-да-да», «ма-ма-ма», «на-на-на». Слоги какие-то начал говорить. А когда началось это все, пошел откат, он еще стал хуже чувствовать ноги. Врачи диагностировали у Ильи эпилепсию. Больше трех лет медики подбирали терапию. Только когда приступы купировали, мальчик стал возвращаться к самостоятельной жизни. Докамин хорошо работает. Мелкая моторика хорошо развита. То есть он даже очень-очень мелкие предметы поднимает, берет. Еду сам тоже берет, кладет себе в рот. Ходить и стоять без поддержки Илье пока тяжело. Кроме эпилепсии у мальчика ДЦП. У нас слабые мышцы атоничные, поэтому не сформировался вот этот мышечный корсет, который нужен для того, чтобы ребенок начал ходить. Поэтому ходить он не может. Илья научился ползать и сидеть, но без помощи посторонних ему непросто. Старшая сестра всегда на подхвате. Иногда Ильюша хочет какую-нибудь игрушку, но он сам не может подойти и поднять. Я поднимаю игрушки ему тоже. Если бы он научился ходить, тогда бы мы с ним в догонялки играли, в прятки играли. А пока Илья научился прыгать на батуте, сидя, а играть в догонялки на коляске. Только вот транспортное средство уже совсем небезопасно. Гуляем мы в основном так вот сидя, либо на руках, потому что ходить не может. Коляска нам уже мала, мы в нее практически не влезаем. Поэтому вот такие вот у нас развлечения. Держи. Чтобы купить специализированную коляску, родителям Ильи необходимо собрать 175 тысяч рублей. Без вашей поддержки не справиться. Но вместе мы точно можем больше. Ведь именно благодаря тысячам неравнодушных людей удалось оплатить курс реабилитации для Кирилла Кулакова. У мальчика аутизм. И для того, чтобы догнать сверстников, ему необходимы дополнительные занятия со специалистами. Теперь Кирилл сможет увереннее чувствовать себя зашкольной партой. Помочь быть ближе к сверстникам можно и Илье. Коляска нам уже маленькая, он из нее вылазит. Это достаточно опасно. Сканируя QR-код, который вы видите на экране, или отправляя смс-сообщение со словом «Чудо» и «Суммы пожертвования» на номер 7878, вы можете поддержать героя проекта. Вместе мы можем больше. Сегодня именно ты нужен Илье Казакову.